привет друзья мы с вами очень давно не виделись я никуда не пропала я здесь и записываю вам сейчас видео очень много что произошло мне просто не было времени записывать видосики но я думаю как-то смогу справиться справиться со своим временем вот и все-таки буду вам записывать новые видео вот я даже не знаю чего начать у нас столько всего действительно произошло и связи с сложившимися событиями ну тоже как-то сказалось оказалось или казалось влияние на нас в общем что касается нашей коронной истории с нашей болезнью которая длилась два года и принципе не закончилась мы все понимаем что это все как бы она является частью потому что но как бы там ни было люди болеют да и в принципе ноги болеют но тем не менее как бы смертности меньше стало но а как они утверждают очень мало людей которые сейчас хотят идти на укол красоты то есть скажем как бы все меньше меньше становится очень что еще в общем могу вам сообщить что у нас в связи с этими так называемыми правилами поменялось и что стало новым в общем как то стоит что 19 запятая 5 миллионов людей согласно министерству здравоохранения они не привиты ну то есть вообще да и не собирается но если они до сих пор это не сделали я не думаю что они ну может быть они кто-то из них и передумает но если до сегодняшнего дня нету скорее всего очень они не понимают как тогда что еще столько людей все таки не сделали с воскресенья с этой неделе они убирают правила 3g я вам говорила в одном видео что это за правило в поездах и не только поездах в общем в средствах передвижения общественном транспорте что не надо будет больше показывать что ты привитые либо выстрелившие либо протестированный то есть вот полнейшая конечно ерунда но в общем они это убирают но с масками мы не прощаемся то есть до сих пор вот это вот ffp 2 там 34 и так далее нет я конечно шучу в общем вот это либо голубая либо вот это вот белая да вот этот вот дональда в общем никак они не могут расстаться с этими масками потому что на самом деле они сейчас говорят ну да хорошо магазины сейчас скоро будут сами решать либо там какие-то места общественные будут сами решать оставлять и маска или нет ну как-то вот к этому маска тоже такое классно до зимбор это же ничего не принесло в общем с расстаться с ними не хотят потому что оказывается это так классно так здорово и это единственная такая средства защиты универсальная и люди принципе согласны на это ну я вообще не согласна то есть я хочу чтобы ты убрали ну в общем как-то тогда дальше идем в общем так как 20 марта у нас закончился вот этот эпидемиологическое положение в стране в германии полностью то им нужно было же что-то придумать ну как же без идей да и вот теперь они сказали что хорошо а мы сейчас все таки хотим вот эту всю историю а продлить до 2 апреля потому что но нам нужно какой-то переход как бы до от но мы же если сейчас получается они должны по-любому так и так этого все убрать но если мы берем а что мы тогда оставим то есть ну как-то это же мужчин там не пойдет да и вот они что решили они решили что с одной стороны не убирают это педагогическое положение но с другой стороны они получается ложит как они говорят вот эти вот ограничения не прикладывают на плечи отдельных федеральных земель и они будут сам решать ну то есть получается должно быть как бы меньше так называемых правил да как бы что будет ну потому что как бы они усложняют жизнь надо как-то сократить потому что люди уже вообще не понимает в этих правилах не разбирается никак то есть уже все как бы запутались одна земля а теперь получается так что каждая земля доложи опять свой супчик будет варить то есть если допустим бавария скажет так да а саксония ну скажет ну давайте мы вот это 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 оставим а тут ну тот или еще что-то введем то конечно один-то будут сделать потому что у них уже на этом законы на законы основания появляются на да надо как-то людей спасать потому что но люди как-то не знают вообще как с этим бороться так далее я конечно шучу в общем что касается тестов так как до сих пор так даже но на рабочих местах как бы нам нужно вот это делать тест он бесплатный то есть они как бы оплачивает это все не только те которые конечно нет не привита но также и те которые привиты тоже на некоторых работах все равно требуется тестом так вот они хотят все-таки продлить эти бесплатные тесты еще на четыре недели так как 31 марта заканчивается обязательное тестирование но страна как бы уже не сможет выделять ресурсы на вот эти тесты и же кто-то должен финансировать но без этих финансов невозможно это делать то есть как бы ну все равно же педагогическое положение заканчивается чем тестировать как вода вот это опять же тому то что в общем я промолчу лучше я буду комментировать это в общем играет ой все так и было сложно мы потратили на мы выделили то есть наша страна выделила 10 запятая 7 миллиардов с кассы на эти тесты но теперь мы как бы не в состоянии вот это все но все-таки мы а постараемся еще немножко продлить это все дело ну в общем такое пугалово да что опять сейчас цифры растут а лето приближается весна приближается все расцветает люди расслабляются но расслабляться нельзя потому что весной как бы вы такая весенняя волна а летом будет летняя волна как бы не забываем что гриппы вая также и летом в общем ну как всегда до цифры растут но как бы все хорошо в общем идем дальше очень такой известный профессор хенрик штрек а то есть у нас есть вот этот дростан но ну там в общем я не знаю если его прочитать то есть я думаю что ночь будет бурный после этого в общем что он говорит я просто цитирую мы должны прийти к тому чтобы отойти от строгих правил карантина изоляции для других вирусных инфекций таких как грипп у нас их тоже нет сегодняшние правила карантинных мер он не считает нужными и эффективными так как первая часть а так как то есть после до после заражения первые вот эти первое вот это время первые часы вот эти после заражения они являются как бы решающими но потом уже как бы все равно да пока придет результаты этого теста то есть человек тестируется пока это все придет человек уже в принципе практически но не зря но не может то есть он вот это первое время может заражать потому что дальше нет в общем он требует на будущее мы должны дать людям свободу выбора самим обходиться с этим вирусом как пример как пример да допустим ношение масок он вот тут приводит пример вот допустим чтобы люди как бы сами ну ребят может в течение двух лет об этом говорим они еще до сих пор до них не дошло но конечно самим нужно решать и еще он дальше пишет мы не можем убежать а избежать извиняюсь мы не можем избежать заражения в населении то есть по любому происходит если есть и он тут задает вопрос если другая альтернатива но чтобы вот это можно избежать потому что тесте делали маски носили уколы делали кто-то уже третью четвертую и так далее сделал и угарит что нет на данный момент или вообще как бы он не видит альтернатива то есть ребята живите спокойно жизнь продолжается так прошлом видео я вам говорила вот таком интересном природном явление скажем тогда и на самом деле вот эти вот как как я поняла вот этот сернистый сернистый газ это было выброс в атмосферу и притом это было видно на карте это же не то что я придумал и какой-то воздух был странный и на следующий день когда мне нужно было пойти закупаться в принципе но я особо не хотела выходить потому что воздух еще был такой какой-то ну темноватый скажем так но и облака были затянуты и вот я когда вышла я действительно дышать толком не могла от прощения что как будто что-то в воздухе есть да то есть в общем было тяжело но как говорится нам как всегда говорят что это такое природное явление но вот какие-то выбросы были в атмосферу вот как то так так цифры как бы по заражения растут но растут также и цены вот у нас конечно не не на все цены выросли то есть у нас получается вот овощи да и фрукты особенно региональные то есть чисто немецкие вот эти привозные в принципе я не вижу никакой разницы и пропало масло пропало масло подсолнечное то есть там люди пачками закупают раньше была туалетная бумага это было как бы тренд сейчас уже перешли на макароны как бы это всегда было на вот эти чипсы к примеру орешки но самое это это в масле и при том они разобрали все они разобрали уже льняное масло то есть начале было подсолнечное все подмели потом перешли на вот этот рапсуль потом они вот это рапсовая или как-то по-русски потом они пришли на льняное масло то есть осталось только оливковые вот эти вот которые там ореховые так далее но вот эти вот специальные какие-то масла ну там кокосовое еще я не удивлюсь что они еще это разберут и же самое интересное да что они делают они просто получается сейчас нигде я не в одном магазине но по крайней мере здесь у нас в округе не в округе не могу найти подсолнечного масла люди что это я не знаю ну окей возьмите себе две-три там но можете в следующий раз взять но никакими пачками там я не знаю там целыми вагонами чуть ли они что делают они закупают тут в округе и что самое интересное в интернете я тоже не нашла что они говорят что в лагере как бы типа есть но они завозят они успевают выкладывать на полке потому что люди все это разбирают вот и они делают бизнес этого масла они берут это масло выставляют на ebay и продают к примеру допустим там биомасло за бутылку за 15 ойра вообще класс или там три бутылки которые на самом деле там 33 ойра стоит да там и скажем тебе хватит этого масла надолго они же продукты за 20 плюс 5 ойра пересылка ну вот как то так получается но и у нас еще конечно подросли цены на бензин сейчас немножко снизились но ненамного бензин и дизель дизель вообще вырос казалось бы но дизель всегда был дешевле чем бензин но как то так то есть я когда покупала за 1,70 принципе в хорошие дни можно было даже за 1,60 за 1,50 найти они уже продавали за 2,32 за 2,35 а дизель то еще дороже был естественно вот эти которые баура там вот эти вот сельскохозяйства которые перевозят занимаются вот этими всеми поставками естественно они сказали ребят что это нам это не не нравится если мы не получаем свои деньги если не из мы не сможем этот товар вести дальше то у вас тоже не будет продуктов то есть вы думаете когда об этом и они действительно выходили на улице целыми колоннами машины даже в нашем городе вот но вот эти грузовики большие и с плакатами большими что ваши цены и просто нас разрушает разрушает наша нашу жизнь потому что мы не можем ничего оплачивать нормально все вот и но очень были такие приколы всякие разные давайте будем вместе просто закинемся в машину и будем экономить экономить на бензине либо там еще было такой прикол что ищу женщину недалеко от моего дома ну примерно где-то 10 километров потому что ну цены очень дорогие пожалуйста красавица отзовите ну и еще и все всякие разные эти приколы да жизнь интересная штука в общем как то так потому что вот эти всякие как они говорят санкции типа да которые они наложили на белоруссии россию сказываются на нас но мы это чувствуем в плане цен но я не думаю что насчет бензина вот дизеля что это как бы санкции оттуда как они говорят но это же война виновата а до этого была корона виновата ну в общем кто-то всегда виноват а то что налоги еще идут такие сильные на вот этот литр бензина то есть получается от минусовать вот это то есть это убрать а тут же конечно все идет об окружающей среде зеленое будущее так далее то конечно выйдет литр бензина а меньше одного уира ну или там может быть ну практически там может быть 80 центов или еще что то но об этом как бы мы не думаем в общем я на этом все я немножко затянула но очень я говорю очень очень много информации я постараюсь еще в следующий раз вам кое-какие нюансики тут по поводу вот еще вот этих всяких наших мер потому что очень таки интересные две статьи нашла и хотела бы с вами поделиться вот прочитанным и спросить ваше мнение пишите в комментариях я тоже скину под этим видео ссылочки кто понимает немецкий может зайти посмотреть все остальное расскажу в следующем видео делитесь своими впечатлениями своими комментариями пишите что у вас в ваших странах как-то развивается вообще как обстановка на данный момент я желаю вам прекрасного вечера я никуда не пропала я всегда здесь я с вами спасибо за то что вы остаетесь на канале смотрите меня и до следующего раза пока пока